Приветствую вас, дорогие мальцы! Братья и сестры, поздравляем вас в причащении Святых Божественных Христовых Таинств. Мы с вами сегодня завершаем первую неделю Великого Поста в причащении Святых Божественных Христовых Таинств. Во время Поста мы с вами старались посещать Храм Божий, побольше молиться. Это естественно, что пост без молитвы смысла не имеет. Если человек постится, а для светского человека пост заключается в диете, но если человек не постился, то это уже не пост, а какая-то некая самоцель. Даже если он называет это постом, потому что пост предполагает, конечно, воздержание. И во время воздержания бывает очень непросто, особенно в дни Великого Поста в первую неделю воздерживаться бывает трудно. Пока привыкнешь, пока войдешь в ритм такой именно, и богослужебный ритм войдешь, будешь ходить на богослужение, и просто в жизни на ритме такой, как один священник так рассказывал. Ну, в первые дни Великого Поста не знаешь, что делать. Потому что обычно то чай попьешь, то что-то перекусишь, а тут вроде бы и надо бы воздерживаться, и не знаешь, что делать. Ну, дело, конечно, мы можем всегда найти себе. А дело наше такое, главное, это доброе дело. И вот, когда мы с вами именно воздерживаемся, почему необходима такая усиленная молитва? Человек ослабевает и ослабевает тело. Если он воздерживается именно без молитвы, то мы видим, что получается с таким человеком. Вот ты воздерживаешься, воздерживаешься. Ну, конечно, будешь срываться на кого-нибудь. Зло на какое-нибудь, на ближнего своего, на домашних своих. Но тебе плохо, значит, и другим должно быть плохо. А мы-то, когда постимся, мы что делаем еще? И молимся, да? И ощущаем, что когда мы молимся, то к нам приходит сила. Правда же, да? Сила откуда-то приходит. Откуда они приходят? Благодать Божия нам дает. Как вот мы слышали в Евангелии. Несколько тысяч человек слушали проповедь Господа Иисуса Христа. Несколько дней. И Господь говорит, когда проповедь закончилась, ну, ученикам, надо им покушать, потому что они в дороге ослабели. Но ведь они не ослабевали, когда слушали Слово Господа, да? Им было хорошо. Не зря сказано, да? Вот не хлебом едином сеть человеку, а всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. И вот Мария, сестра Марфы, когда пришел Господь в дом Лазаря, она сидела у ног Иисуса Христа, Марфа суетилась, делала приготовление, а Мария этого не делала. Не за того, что она не хотела. Она просто не хотела отрываться от того, от тех слов, которые исходили из уст Господа Иисуса Христа. Ей было хорошо. И так тем людям, которые слушали проповедь Иисуса Христа, Его слова, жизненно важные для них слова. Они были важнее, чем хлеб насущный. Вот что важно. Если бы им было важнее хлеба, они бы бросили бы и не слушали их, и пошли кушать бы, потому что слово бы это не трогало. А здесь слово их трогало, так что они не могли оторваться от слов Спасителя. И когда оторвались, Господь сказал, надо им покушать, потому что в дороге они могут ослабить. Со мной они не ослабевали, а вот в дороге без меня они могут ослабить. И надо им покушать. Поэтому и мы, дорогие мои, в эту неделю, в первую Великого Пуста тоже постарались меньше вкушать. Кто-то именно накладывал у себя более строгий пост, кто-то именно воздерживался, менее, но все-таки воздерживался. Это тоже важно. Но кроме еще такого именно пищевого поста, нам было главное еще воздерживаться от сегодня очень важного поста, информационного. Как мы знаем, информация насыплется со всех сторон. И мы видим, что человек под действием такого информационного потока практически не отдыхает. Вот мы посмотрим на современного человека, если он постоянно находится в таком именно потоке информационном. он утром встает, не отдохнувшись совершенно. А почему? А потому что вот это давление, вот это именно слово, которое сыплется со всех сторон, слово-то, которое не наполняет, а слова в основном пустые, ненужные слова. Если мы вот даже включим телевизор, откроем дебаты, например, какие-то, как их можно назвать, шутку стенку на стенку, мы посмотрим, как обычно люди просто именно пустословят и друг другу даже слова не дают сказать, прорывают друг друга, обзывают друг друга порой, не воздерживаются, их там ведущие стараются как-то сдержать, я как-то наблюдал такие, посмотрел, да, посмотришь, и как-то дальше не хочешь смотреть, потому что попусту это пустословие получается. И вот такое пустословие нас с вами окружает. Вот представьте, да, если сейчас вот нам всем дана свобода говорить, мы это знаем прекрасно, да, все мы можем говорить, можем в администрацию жаловаться, в газеты, можем... Вот особенно эта помойка, да, интернет, которую называют, соцсети. Что хочешь ты, вот спрячь это, и что хочешь, говори. Скажи кому-нибудь, грязь скажи на кого-нибудь, а сам спрячешься, да. Людям отравишь, как говорится, да, жизнь. Не жизнь, а просто какое-то время. Ну, а сам будешь радоваться. И вот представьте, вот эта помойка интернет, которая, ну, это так можно и назвать, на самом деле, потому что там грязь, в основном, льется. Люди выражают именно свои какие-то мысли. Что хотят, то и говорят. Вот сейчас люди все, что хотят, то и говорят. И вот этот поток, когда все говорят, все говорят, может ли человек услышать кого-то другого, если все говорят. Вот ты говоришь, и рядом с тобой говори. Ты будешь другого слушать? А? Вот диалог предлагает именно такой вариант. Тогда, когда человек один говорит, а другой слушает. Но когда все говорят, а никто не слушает. Скажите, услышал кто-нибудь разговор? Я думаю, не услышал. Нужен диалог, чтобы кто-то говорил, а другой слушал. А тут, получается, диалога нет. Получается только вот такое пустословие. Не нужно совершенно... Все говорят. И как можно услышать? Естественно, человек, после такого информационного потока, душа его, что? Она его грубеет. Жизнь становится жесткой. Надо как-то отвечать же. Именно от этого потока-то, информационного, это как-то надо справляться с ним. А как с ним справишься? Ну, не принимать. Или огрызаться как-то по-другому. Нам же, дорогие мои, людям верующим, предлагается именно воздержание. Воздержание, отсмотрение, сейчас именно, по крайней мере, на первой неделе поста, на крестопоклонной неделе, на страстной неделе великого поста. Постараться воздержаться от телевизора. Надо бы воздержаться. Воздержаться от именно вхождения в соцсети, постараться переговоры какие-то, написания, с кем-то, чего-то. Воздержаться, поменьше говорить по телефону, потому что телефон для нас стал сегодня именно мобильным. У нас поработил. Правда же? Мы даже с вами вот так, не можем выйти, даже из дома без телефона. Выйдешь из дома, а, телефон забыл, как я пойду, надо вернуться. Дети наши, мы детей в школу отправляем, иди с телефоном. Вот здесь люди преклонного возраста, помните, вы уходили в школу без телефона, домой приходили? Приходили, да. Все знали, где кто, где находится? Знали прекрасно, вот так. Сейчас мы все поработились вот таком, да. И, естественно, если ранее телефон был у кого-то, в редкости у кого-то дома, или был у тебя дома, ну, кто-то тебе позвонит, например. Ну, ты не знаешь, ну, придешь и не знаешь. Звонили, звонили, не звонили, не звонили. Потом уже появились автоответчики. А сейчас волей-неволей телефон посмотришь, номер высвотился, а как надо поответить уже, да, уже так надо поответить. И начинается у нас с вами что? Вечерняя, в кавычках, молитва. Дорогие мои, постарайтесь, конечно, выдержаться, поменьше тоже говорить. Говорите по необходимости. Это тоже очень важно, потому что я думаю, что в нынешнем веке информационный пост важнее поста телесного и пищевого. Порой важнее воздержаться от смотрения телевизора и вхождения в соцсети, разговоров по телефону, чем скушать что-нибудь такое. Я не говорю, что пост не надо соблюдать, надо обязательно соблюдать пищевого. Он нам необходим. Он нам дает, нас подталкивает к молитве более серьезно. Но особенное внимание нам тоже уделить надо и этому посту. Своим разговором. О чем мы говорим с тем или иным? По делу или просто пустословию, да? О чем мы с вами просим в молитве Ефрема Сирина? Давайте вспомним. Все же читаем ее, да? Молитве Ефрема Сирина. Господи, Владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь ми. Вот что мы просим, да? Празнословия. А празднословие праздности это однокоренные слова получаются. Праздность, празднословие. А чего происходит празднословие? От праздности. Праздное времяпровождение. Когда мы с вами заняты чем-нибудь полезным. А чем мы можем с вами быть полезными, занятыми? Мы с вами люди, входящие в церковь. Вот если руку начисто на сердце положите. Много из нас приходится именно уделять время чтению священного писания, чтению просто духовной литературы. Много нас уделяет? Скажите. Времени. Вот так честно скажите. Нет, видите, так. Ну, вот. А это нам обязательно делать. Хорошо. Помолились, удовлетворенно ушли, с церкви вышли. Ой, как мне хорошо. Господь мне, вот я причастил, с благодатью послал. Но благодать-то может посылаться не за того, что мы с вами трудимся. Вот так, да? Вот пришли в церковь. А именно по воле Божьей нам благодать посылается. А главное, не то, что мы сейчас с вами выйдем, какие мы хорошие, прекрасные. А главное, именно итог чего. Что будет после этого? Изменились мы хотя бы чуть-чуть? Потерпели ли мы грубое слово? Да? Не ответили такой вот грязной мыслью на грязные слова кого-то, человека, на обиду? Вот давайте подумаем, да? Изменения у нас какие-то произошли, когда у нас какие-то изменения с вами будут происходить, тогда нас с вами касается благодать. И эта благодать взращивается еще нашим таким потугом, да? Вот. Благодать нас касается всегда. Но вот главный плод этой благодати, он будет тогда, когда мы с вами что-то маленькое, пусть, но хорошее уже приобретем. В чем смысл поста? Воздержание. Чему нас приучает пост, да? Воздерживаться. От чего-то воздерживаться? От того воздержаться, от того воздержаться, от этого воздержаться. Почему очень важно воздержание? Потому что человек невоздержанный, он рад тому, что к нему приходит. Пришло ему на мысль это, сейчас пойти и разгул устроить какой-то, да? Он пошел это сделал. Потом милицию вызвали, его полицию, да? Сейчас это называется. Посадили его или что-то другого. Или еще мысль пришла какая-нибудь или другая мысль пришла. Грязная мысль пришла, увидел девушку или наоборот девушка подумала, да? А сейчас, к сожалению, как нам говорят преподаватели, в соцсетях большинство ругаются молодых девушек, которые матом, именно которые учатся в школе. Представьте, да? это что значит, если грязный язык, грязная речь, значит, что девушка теряет целомудрие. Уже целомудрие она теряет. Так что обратите внимание на своих внучек и детей. Как они общаются, да? И что они говорят, и как вы говорите. Вот. Поэтому это очень важно. Водержание нас именно к этому приучает, что мы выдерживались от всяких глупостей, от всякого вот ненужности нам. Вот. Вот к чему нам нужен пост. И он помогает и... Пост очень важен тогда, когда есть молитва, как я уже говорил, да? Мы с вами во время поста должны уделять время чему молитве. Обязательно. Можно даже немножко усилить. Может быть какой-то... Может быть и Псалом прочитать еще один. Ну и Славу из кофеизма надо сочетать. Я не говорю, что надо много сразу чего-то сразу. Потому что бывает человек на себя наберет, а потом уныние впадает, что сделать того или этого не может. Этого тоже не надо делать. Все должно быть по силу. Еще очень важно, чтобы вместе с постом и молитвой была что? Милостивная. Милостивная. А в чем милостивная заключается? Не только в том, чтобы мы сейчас кто-нибудь есть копеечку. Хорошо, дали копеечку. Оторвите от себя. Она очень важна. Может сходите в больницу к кому-нибудь. Сходите, сходите к своему... Посмотрите вокруг себя. Ведь мы же сейчас люди в основном все больные. И наши соседи больные, наши близкие больные. Сходите к своим близким больным. Посидите, утешьте своим словом. Сходите. Вам может быть неприятно будет, а вы сходите. Окажите милость такую. Это тоже очень важно. Какой человек делает хорошее дело, что у него сила появляется. Поэтому видите, как очень важно, что сейчас нам вместе с постом должна быть обязательно молитва и должна быть милостивная. А милостивная значит милость обращения друг к другу. Друг к другу будьте милостивы. Тебя он обидел, то есть ты считаешь обидел, ну попроси него прощения. Не жди пока он тебе первый подойдет. А то мы как считаем с вами, даже люди церковные. Но я ведь хороший, я ведь и ждем пока кто-то к нам подойдет первый. А вы сами подойдите, попросите прощения. Покажите милость такую. Дорогие мои, вот когда мы будем так с вами делать, когда у нас будет появляться какой-то плод духовный. Ведь пост не просто, что мы с вами сейчас постим себя, не кушаем того, и не кушаем это. Проходит, Пасха наступает, и мы опять так же себя ведем. Должен быть какой-то итог чего-то. А итог хотя бы мы себе чуточку должны изменить. О, смотришь, я осуждать перестал или перестал, да? Или отвечать, или меньше хотя бы стал осуждать. Ну вот, меньше пустословик стал, перестал, да? Вот посмотрите за собой внимательно, приглядитесь, пожалуйста. Пост не для того, чтобы мы с собой любовались, какие мы хорошие, он наоборот нам дам. Наоборот, посмотрите, какие мы с вами плохие. Вот для чего нам дам пост, чтобы посмотрели, какие мы с вами плохие. А мы на самом деле все с вами плохие. Так же? У нас ничего хорошего нет. Пусть не думайте, у нас ничего хорошего нет. Мы с вами все плохие. Потому что тронет каждого из нас, мы сразу ответим, как с вами грубо, да? Да еще тирану целую припишем этому человеку, подумаем о нем. Пусть его, да еще благочестиво ему пожелаем хорошего. Пусть тебя Бог накажет, вот и его Господь накажет, да? Вот так. И такое бывает с нами. Поэтому, дорогие мои, надо это время посмотреть, именно очень важно использовать для чего? Очень внимательно порадоваться, что мы увидели свои недостатки и обратить на них внимание. Это самое главное для нас в этом посту. Именно обратите внимание и постараться постепенно, сразу ничего не получится. это мы все с вами прекрасно знаем. А постепенно, потихонечку просить Господа, чтобы он дал нам, помог нам, если есть на то его воли, да? Именно вот так помог нам избавиться от того иного. и до новых встреч. Ирина Петрова,